Добрый день, уважаемые коллеги, это обзорников компании «Этикмил» и сами я, Артур Кидиатурин. Федеральная резервная система не дождалась запланированного мартовского заседания и на выходных объявила о новом масштабном смягчении кредитной политики. Как и предполагалось в пятницу, Федеральная резервная система резко снизила ставки и через демогу возобновила программу количественного смягчения. По сути, это ставка в Абанк от американского регулятора, за которой пока непонятно, как ФРС может дальше участвовать в тушении пожара, если не брать в расчет совсем радикальный сценарий с японизацией ФРС. То есть, похожесть на Банк Японии, где Банк Японии напрямую участвует в покупках на фондовом рынке, представляется, что ФРС может в крайнем случае последовать этому примеру. Несмотря на чрезвычайные смягчения, это второе уже за месяц, внеплановое решение регулятора лишь подогрело сегодня панику. Фьючерсы на S&P 500 и Dow рухнули на максимально допустимые 5%. Вот здесь видно, я вел валом красным, как фьючерсы упали. И вот этот предел 2555 пунктов, это падение на максимальные 5%, после чего торги по фьючерсам останавливаются. Азиатские и европейские фондовые рынки также сегодня в сильном минусе начали и завершили торговлю. Если дальше говорить о решениях американского центрального банка, то видно, что практически за месяц он одним махом добрался до нулевой границы, снизив ставку сразу на 100 базисных пунктов. Длительность сохранения ультрамягких кредитных условий центральный банк прокомментировал очень расплывчато. Он заявил, что пока не появится уверенность, что экономика поправилась после недавних событий, которые связаны с коронавирусом, центральный банк ставки трогать не будет. Если говорить о программе количественного смягчения, то ее размер составит 700 миллиардов долларов. Этот объем облигации будет выкуплен с рынка в течение последующих месяцев. Хоть здесь ФРС попытался оставить себе немного необходимой неопределенности и гибкости политики, отказавшись от заявлений о гарантированных покупках в форме столько-то миллиардов в месяц, как это происходило ранее, как ЕЦБ недавно заявил, что он увеличивает покупки на столько-то миллиардов в месяц. ФРС, наоборот, ограничивается формулировкой 700 миллиардов долларов в течение последующих месяцев. Распределение по типам бумаг в программе количественного смягчения следующее. 500 миллиардов долларов ФРС купит. Это будет представлять облигации казначейства США и 200 миллиардов это будут ипотечные облигации, подкрепленные ипотекой. Стоит вспомнить, что пик активов на балансе ФРС пришелся на 2015 год. Тогда ФРС аккумулировал на своем балансе около 4,5 триллионов долларов и примерно держал это 3 года. Это составляло 25% от ВП. В ходе короткого по времени кредитного ужесточения активы на балансе снизились до 18% ВП. В номинальном выражении это 3,8 триллиона долларов. Чтобы вновь увеличить активы на балансе до 25%, если брать такой порог, то есть 25% от ВП, ФРС нужно будет выкупить примерно 1,6 триллиона долларов. Он уже объявил, как я уже сказал, о 700 миллиарда долларов в программе количественного смягчения. То есть, с этой точки зрения, если мы берем вот это отношение активов на балансе КВП, с этой точки зрения у ФРС еще есть боеприпас. Он может в случае чего объявить о дополнительной программе количественного смягчения, растянуть ее как-то, гарантировать более длительные по времени покупки облигаций с рынком. ФРС также расщедрился на прямое кредитование банков через так называемый «дискаунт window». Это кредитный механизм долгое время оставался несущественным фактором контроля денежного предложения в экономике США, так как ставка в этом кредитном механизме была выше ставки по федеральным фондам, то есть ставки по которым банки занимают друг другу. Это было сделано для того, чтобы отбить охоту у коммерческих банков постоянно обращаться за кредитами к ФРС, и чтобы стимулировать банки участвовать в определении рыночной стоимости денег, то есть занимать на рынке федеральных фондов, формируя спрос таким образом на эти средства. А теперь же эти ставки будут практически равны, и ясно, что активация этого кредитного механизма – это признак того, что несмотря на агрессивное смягчение доступа к кредитным средствам со стороны ФРС, операция РИПО, которую мы обсуждали в предыдущих обзорах, крупные банки сейчас заботятся в первую очередь о своей финансовой подушке, накапливают наличность вместо того, чтобы кредитовать других участников. А как известно, кредитный канал ФРС, то есть все решения ФРС, они прежде всего приходятся на крупные банки, именно они получают ликвидность, и потом подразумевается, что они дальше должны кредитовать более мелких участников. Но в ситуации тотального дефицита доверия на рынке происходит, создается такая ситуация, что крупные коммерческие банки, они начинают аккумулировать средства, и по сути, что бы ФРС не делал, это играет на руку только крупным банкам, которые пытаются защитить себя в первую очередь. И вот в предыдущем обзоре, который был в пятницу, мы обсуждали некоторые признаки того, что это происходит. Сегодня доллар ослаб по отношению к основным другим валютам, как уже и предполагалось в предыдущем обзоре, об этом я писал в пятницу. И возможно, сегодня он дальше продолжит нести потери, если полагать, что у американских активов фондовых находится еще значительное число иностранных инвесторов, они еще не полностью вышли из американских активов. Сегодня фьючерсы на фондовый индекс, как я уже показал, уперлись в дневной лимит падения. Европейские рынки также диктуют неопределенность. И это все подсказывает, что если 500, что другие американские фондовые индексы крупные, они сегодня покажут существенный минус. И это, если полагать, что иностранные инвесторы еще не вышли до конца с американских активов, будет означать, что будет происходить их отток с американского рынка, что как раз таки и создаст дополнительное давление на доллар. Также мировые центральные банки, такие как ФРС, ЕЦБ, Банк Японии, Банк Канады, Банк Швейцарии, Банк Англии, они все договорились вести совместную работу по предоставлению ликвидности, то есть предложение кредитных средств через валютный СХП. Это особый такой инструмент, который как раз таки облегчает доступ участников рынка к другим валютам, доступ к получению этих кредитов в другой валюте, то есть в иностранной валюте. Естественно, меры ФРС не спасут США от коронавируса, но они смогут в некоторой степени ослабить, снизить риски дефолта участников финансовых рынков, возможно, фирмы и домохозяйств. Риски дефолта, естественно, у всех этих групп растут. А Центральный Банк сейчас, похоже, сделал все возможное. Поэтому следующим ориентиром сейчас становится поддержка со стороны правительства США, то есть фискальное стимулирование. Ждем слухов и новостей по этому ориентиру. На сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся в среду.